Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы будем обсуждать рынок ипотечного жилищного кредитования. Ну и как мы пообщались до эфира с моими гостями, поговорим не только о московском рынке, хотя может быть большинству наших радиослушателей интересен только он. Говорим о российском рынке ипотечного жилищного кредитования. Значит, я представляю гостей прежде всего. Сегодня в студии Михаил Гуальберг, руководитель аналитического центра агентства ипотечного жилищного кредитования. Михаил, добрый день. Добрый день. И в студии Сергей Паснов, вице-президент банка Петрокоммерц. Сергей, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь, как всегда, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы, комментируйте собственное мнение по этому поводу. Для этого есть телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Ну и первый вопрос вам, как всегда, традиционно, на ваш взгляд, как сегодня выглядит рынок ипотечного кредитования России. Может быть, кто-то из вас услугами ипотеки воспользовался, как вы себя чувствуете. Расскажите нам, пожалуйста, очень интересно. Ну что ж, начнем нашу беседу и, наверное, было бы логично, начнем с сухих или не очень, может быть, цифр. Как ипотека себя чувствует, ну давайте так, 13-й год, как закрыл рынок ипотечного кредитования. Михаил, с вас начнем. Ну, хотелось бы отметить, что 13-й год стал одним из самых успешных для рынка ипотеки. Ипотека становится реально востребованным инструментом, с помощью которого наши граждане решают свои жилищные проблемы. Стоит отметить, что каждое четвертое право собственности, зарегистрированное сделкой к жильям, в 13-м году было приобретено с помощью ипотеки. Это рекорд за всю историю периода наблюдений. Михаил, а что за история периода наблюдений? В принципе, наверное, надо говорить, что рынок ипотеки, история российского рынка, это так звучит-то пафосно, а на самом деле это 20 с небольшим лет. Нет, это с 2000 года примерно. Даже так, даже так, с 2000 года. А период наблюдений, наверное, и того меньше, да? Период наблюдений несколько меньше. Мы стали мониторить с примерно 2009-2010 года, просто появилась такая статистика Росреестра. Но, тем не менее, несмотря на такую вот короткую историю, по сравнению особенно с некоторыми другими странами, уже реально 25% сделок на рынке совершаются с помощью ипотеки. Более того, если говорить о таких более близких показателях, то выдано порядка 820 тысяч кредитов на сумму 1 триллион 350 миллиардов рублей. Вот эти цифры, они относятся к Москве, я так понимаю? Нет, ко всей России. Ко всей России. Ну, я так, Сергей, как вы считаете, мне кажется, в масштабах России это не так много пока еще. Ну, понятно, что это не очень много. В ведущих странах, экономически развитых, доля ипотеки, это ВВП, в некоторых странах доходит до 70-80%. У нас, к сожалению, цифр значительно меньше. Но мы же исходим из наших реалий, из наших финансовых возможностей, из возможностей наших граждан, из соотношения цены квадратного метра и средней заработной платы. Ну, хороший рост, и я согласен с коллегой. Действительно, мы где-то на 30% выросли в 2013 году по отношению к 2012 году. Да, 2012 год по отношению к 2011 вырос на 40%, то есть небольшое замедление есть. Но, тем не менее, все равно это рост хороший. Конечно. Не, ну и потом, если сравнивать так от года к году, что называется, да, там динамика такая будет прыгающая, потому что мы начинаем условно с нуля, потом прирастаем в 200%, потом этот рост чуть замедляется, это нормально. Да, так что в целом развивается хорошо. В соответствии с теми экономическими возможностями граждан и с той экономической ситуацией, которая есть в стране. Вот давайте поговорим о этих возможностях экономической ситуации. Михаил, вообще, на ваш взгляд, несмотря на приличный рост, да, все-таки у ипотеки есть еще существенный потенциал, как вы думаете? Безусловно, потенциал есть, вот, как говорил мой коллега, доля ипотеки ВВП сейчас в России достаточно низка по сравнению с другими странами, составляет порядка 4%. В странах Восточной Европы этот показатель там в среднем составляет 20%, в развитых рынках еще больше. Поэтому потенциал у рынка есть, его, как бы, переоценить сложно. С другой стороны, важно смотреть, чтобы рынок развивался сбалансированно. В первую очередь, баланс заключается в том, чтобы предложение на рынке жилья соответствовало платежеспособному спросу. Главная задача, в том числе наша, как институт развития, не допустить возникновения пузырей на рынке. И повторение негативного опыта, в том числе американского, который мы наблюдали в 2008-2009 году. Да, в 2007, в 2007 этот печальный опыт начался, но я не уверен, как... Я думаю, что нам далеко, далеко, далеко. До этого пузыря нам далеко, но мне кажется, вот подобная структура, как-то она, да, на мой взгляд, одна-то не сможет препятствовать развитию таких пузырей, таких перекосов, Сергей. Да, я согласен, но я думаю, что нам вообще вопрос не актуален. Дело в том, что, конечно, каждая четвертая сделка с недвижимостью происходит с помощью ипотеки. Давайте, с другой стороны, а много ли граждан могут себе позволить покупку недвижимости, неважно, с кредитом, без кредитом? В принципе, да? Да, в принципе, да. Я думаю, что это не больше, там, 20%. Конечно. Ну, по нашей оценке, 30%. Ну, там, плюс-минус статистика, да, то есть, даже если 30%, то есть, 70% населения вообще не может себе позволить ни с кредитом, ни без кредита. Поэтому основная проблема сейчас, не о пузырях надо думать, а как сделать такую, ситуацию такую, чтобы доходы населения, с одной стороны, выросли, но при этом цены на недвижимость, так сказать, не выросли. Да, смотрите, простой пример, если взять не Москву, в Москве несколько другая ситуация и со стоимостью недвижимости и с доходами. Если взять условный регион, да, средний доход, так сказать, вот простого гражданина в России, он там 25-35 тысяч рублей. А недвижимость, как правило, стоит там от 35 до 70 тысяч рублей. Вот представьте, если вы... Это квадратный метр, да? Да, если вы получаете там 30 тысяч рублей, а квадратный метр в вашем городе стоит 70, когда вы вообще, так сказать, приблизитесь к тому, чтобы уже что-то себе позволить. То есть, проблема в этом, проблема в производительности труда в строительстве, в стоимости квадратного метра, в конкуренции в строительстве и в доходах населения. Поэтому, когда вот на некоторых, так сказать, высоких совещаниях обсуждают в основном ставку, ну, когда у тебя 30 тысяч рублей, а квадратный метр стоит 70, тебе все равно какая ставка. Конечно, тебе было бы, наверное, ну, так сказать, приятнее, да, брать ипотечный кредит по 2-3 процента, как в тех же далеких, да, государствах, но поднять его все равно было бы. Ну, смотрите, 2-3 процента, как доставка по ипотеке, надо понимать, что там и инфляция не та, которая у нас, да, и второй момент, там и вклад в банки не 12, не 9, не 10 процентов, да, не 8, а там 0,5 процентов. Поэтому все сбалансировано. Не бывает такого, что пассивы у банка стоят 8 процентов, а кредит он выдает под 5. Это странный банк. Да, да. Ну, я хочу, например, сказать, что сейчас стоимость фондирования для банков, допустим, через ипотечные ценные бумаги, она составляет 8-8,5 процентов. Средняя ставка, там, порядка 12 процентов. Соответственно, маржа банков, она не такая, там, большая, как об этом принято говорить, там, 4-3,5 процента. Чуть-чуть возражу, коллеги, чуть-чуть возражу, вот мы тоже сотрудничаем с РЖК, номинально ставка, действительно, там, 8,5, 8,8. Там еще есть всякие накладные расходы, когда вы их посчитаете, то получается где-то 9,2, 9,5, 9,7. А кредит у вас стоит 12, вот ваша маржа, 9,7 минус 12. Еще скромнее маржа получается, да? Да, вот, потому что вот, ну, там еще всякие накладные расходы, даже по секретаризации, когда делаешь секретаризацию по стандартам РЖК, все равно там еще есть накладные. Есть же услуги РЖК, юристов, когда все это на круг сложишь, то есть получается не номинальные 8,7. Сергей, абсолютно с вами соглашусь, но все-таки у нас задача сегодня немножко другая, да? Да, согласен. Мы должны поговорить с точки зрения конечного потребителя все-таки, а то сейчас прослезимся, то как тяжело банкирам-то живется. Давайте, у нас есть звонок и, собственно, пообщаемся со слушателем. Игорь, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Хочу поделиться опытом, подлить, так сказать, дегтя в вашу бочку меда. И включился не сразу, не так и не понял, это банкиры у вас в гостях? Один из представителей банковского сообщества и представитель, собственно, центра РЖК. Хотелось бы узнать, случайно не ВТБ-24 представитель? Случайно нет, но это не имеет значения. Ох, жаль. Ну вот хочу сделать, ну, может быть, или не рекламу, или антирекламу, понимаете, как хотите. Два года назад брал кредит я в этом банке на покупку квартиры в Москве. Значит, сам оплатил больше половины квартиры. Долго с ними мусолился, говорю, дайте минимум. Я не стеснен в средствах, просто из бизнеса не хотелось большие деньги выдергнуть. Говорю, готов заплатить любую стоимость. Алло. Да, да, мы слушаем вас, Игорь, рассказывай. Любую стоимость, лишь бы был минимум. Мы с торговарьми сказали, вот будет для вас кредит, вы платите 60% стоимости квартиры, кредит для вас будет 8,9. Два месяца они мне в топли там сживали этими бумагами при всем. Помните, я сразу оплатил внеский день, в результате, когда я приехал подписывать договор, это стало известно только в последний день, что кредит вдруг превратился в 1,2. В 11,2. Я говорю, как так? Ну вот здесь еще вот это ледло, вот страховка, вот это. Причем мне об этом на последней стадии только сказали. Вот то есть, понимаете, да? Я приехал через два месяца, вот сижу, подписываю последнюю бумагу. И лист, который они дают подписывать, превращается в 11,2, это в последний день. То есть, хотите, не подписывайте, хотите, ну просто я считаю, это жульничество мелкое какое-то со стороны банка. Вот просто это непорядочно. Причем они ничем не рискуют. Я больше половины квартиры оплатил. И вот так разводят просто, ну как, ну неприятно было мне. И я с таким чувством потом погасил досрочно кредит, разозлился на них. Ну просто банки ведут себя очень непорядочно. И я вот своим всем говорю, когда подписываете до последнего, пусть они дают конкретный лист последний, который вы будете выплачивать. Обычный же человек не должен понимать, вот там страховка, не страховка. Но они же это потом делят на кредит весь. И обычный человек этого ничего не понимает. А это же реальные деньги. Эти 2-3 процента, если человек берет 10 миллионов. Ну это же, вот я хотел бы вот такую ложку дегта подбросить. Нормально, нормально, Игорь, понятно. Мы, собственно, поэтому и беседуем в эфире, естественно, обсуждаем все со всех сторон. Единственное, смотрите, на ваш взгляд все-таки, мы сейчас, естественно, прокомментируют мои гости, я попрошу их прокомментировать. На ваш взгляд, почему банк себя так ведет? Ведь, в принципе, он же заинтересован в вас прежде всего, да, как в своем клиенте. И я не думаю, что прям очередь у него стоит там из похожих на вас. Вот для меня это абсолютно непонятно, когда они видят противоподсобного клиента. Я бы мог им свои деньги купить, я им объясняю, ребята, я заплатить готов, не хочу деньги. Вот вам подтверждение моих доходов. Ну, я не понимаю, почему такое свинское отношение. Просто не понимай. Мне это трудно. Вот будет прообъяснять, может, в вашей гонке, где здесь подвох. Спасибо. Ну, я, конечно, понимаю, общаюсь я с менеджером, но у менеджера есть какие-то установки. Эта девочка там, конечно, она ни при чем. Когда я там начал ругаться, я ради говорю, что за свинцы. Почему это в последний день, когда вот мы сидим, это последний день, и я узнаю, что это 11,2, а не 8,9. Когда два месяца шел разговор о 8,9. Спасибо, Игорь, спасибо. Вот это вот непонятно. Спасибо вам за звонок, спасибо. Сергей. Ну, готов прокомментировать. Во-первых, ну, мне не очень корректно комментируют действия коллег, хотя я их знаю, и там руководят апотеку очень профессиональные люди. Ну, мы давайте так, в принципе, будем об этом говорить. Давайте смотреть просто отвлеченно, не конкретно Игорь. Во-первых, это бизнесмен. Да? Как я понял, владелец бизнеса. Потому что он сказал, что не хотелось вынимать деньги из бизнеса. Готов был сразу оплатить деньги. Да, 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 да. Надо понимать, что риски у бизнесменов всегда выше, чем у наемного работника. Потому что если что-то происходит в ипотеке, условный слесарь не в этой компании, так и в другой найдет работу. Да, бизнес, если пролетел, и опыт 2008 года показал, что бизнесмены значительно больше и чаще заходят в дефолт или там в просрочку. Это первый момент. Второй момент. Опять же, не комментируй, как правило, банки действуют по следующей схеме. После того, как человек подал все документы о своей платежеспособности, бывает решение банка по клиенту. Ему говорят, что мы вам можем одобрить такую-то сумму на таких-то условиях. И среди вот такой жаргонного выражения предкредитное письмо ему выдается, что Иванов Иван Иванович, вот банк такой-то вам готов выдать там 10 миллионов рублей на такой-то срок. Поэтому вот когда он говорит, что я что-то обсуждал, какие-то мифические, пока нет этого предкредитного письма или, так сказать, решения о платежеспособности, вообще говорить не о чем. Теперь вопрос страховки. Очень многие считают, что это зло, да. Но надо понимать, что когда человек страхов... Это кто так считает? Заемщики. Что это лишние расходы и так далее. Пока в семье ничего не произошло, это зло, да, это деньги, вот так сказать. Но я могу сказать, что из всех... На ветер, да? Да, типа деньги на ветер, да. Но я вам хочу сказать, что из всех страховых случаев, которые бывают в ипотечном, а там страхуются три вида страховки. Это жизнь заемщика, это титул по квартире, что никакие третьи лица не будут на нее претендовать. И это сама квартира как объект, чтобы там ни взрыв не произойдет, ни еще что-то. Так вот из этих трех видов основной, там 90%, это смерть заемщика. Бывают страховые случаи. И фактически заемщик, когда страхует вот эти три вида, он защищает своих наследников от обязанности выплачивать кредит. Больше ничего. Каждый решает сам, там банки некоторые не хочут страховаться, там повышенная ставка. Но я могу провести массу случаев, когда люди благодарили то, что мы их заставили все-таки застраховаться. Вот простой пример, он давно был там, в третьем году, молодая семья, вот такой же бизнесмен в Санкт-Петербурге. Все купили, все хорошо. Он шел, пошел за машиной в гараж, его сбивают. А жена с шестимесячным ребенком. Если бы не было страховки, ну что, там прошли бы процедуры определенные, не можете платить, значит, под белые ручки, так сказать, там, где жили до этого. А так мы все погасили. Я понимаю, что это была трагедия в семье, да, но тем не менее она осталась с квартирой. Поэтому вот, и еще один, так сказать, в защиту банковского сообщения, я опять не защищаюсь, есть требования ЦБ, где о полной стоимости кредита. Эта информация предоставляется, и вот, скажем, в документах РЖК, про рекламирую, так сказать, коллег, Там вообще на первой странице описана полная стоимость кредита, с учетом в том числе и страховки. Поэтому, ну, наверное, какой-то нерадивый случай везде бывает. Я хочу сказать, вот, чтобы еще было понимание, в банках работают те же люди, которые работают везде. Обыкновенные живые люди, да? Да, и вот у нас везде примерно, как я говорю, бывшие советские граждане работают. Да, вот, к сожалению, вот мы иногда сталкиваемся с такими случаями. Из этого не надо делать глобальных выводов. Ну, на самом деле, я так понимаю, что, опять-таки, Игорь, не по поводу глобальных выводов. И убедительно, абсолютно аргументированно, и с вашей точки зрения, и с точки зрения заемщика, да, вот, все необходимые процедуры. Я так понимаю, ему было именно обидно за то, что разговор шел об одной цифре, а в последний день она показывает цифру. Я понимаю, но я говорю, что предкредитное письмо, если бы он получил, я не знаю, не могу комментировать. Ну, вот, ситуация обычно такая, в правильно выстроенном процессе, а в ВТБ-24 он именно такой. Я понял. Спасибо вам за ответ. Еще один звонок, давайте возьмем. Екатерина, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я слушаю вашу передачу абсолютно случайно, и дело в том, что мы тоже брали ипотеку в ВТБ-24. Мы физическое лицо, вот, с мужем брали, и причем мы не бизнесмены, работаем вместе с компанией, как обычные сотрудники. У нас абсолютно такая же ситуация была. Ровно в день подписания документов. Причем это не просто подписание, это вся цепочка, поскольку мы покупали, а там люди продавали. Была цепочка в пяти жених. То есть уже не переиграешь, да, по большому счету, уже все не переиграешь. Да, да, да. И вот вы представляете, мы приходим, значит, для нас это событие такое приятное. Конечно. Вот. И нам сообщают, что у нас, правда, процентная ставка повышается не на 2%, вот, как до этого утверждал мужчина, а на 1%. В связи? Да, точно так же, вот, ВТБ-24. И просто ситуация, другая у нас абсолютно ситуация, оказывается так, что мы подали заявку 28 марта. Отправляли мы ее на почту менеджеру, вот, а с 1 марта ставки увеличились. И получилось так, что наше письмо и наша заявка ушла 28 февраля, а с 1 марта у них изменились тарифы, да, соответственно, выросли ставки. И нам сначала говорили, что все, 8 и 9, это наша ставка, и вот в этих документах проходила до момента подписания. А в момент подписания нам сказали, ну, как же, с 1 марта у нас получилось, и нам пришлось идти к руководству и добиваться того, чтобы подняли письма, почту, нашли, что мы оставили заявку 28 февраля, и нам оставили. Ну, вы не представляете, что мы из этого момента... Представляем как раз, как раз представляем. Катя, ну, скажите, Катя, спасибо за ваш рассказ, скажите все-таки, ну, вот, с вашей точки зрения, вот, конкретно теперь ваш пример, да, это все-таки случай, ну, такой, какой-то несчастливый случай, вот, Сергей сидит, смотрит, слушает вас, разводит руками. Ну, вот, да, мне почему-то показалось, что 29, високосный год, 29 февраля, день потерялся, это случай, или это действительно, вот, можно говорить о, я не знаю, о системе какой-то, да, нерадивости, как вы думаете? Вы знаете, мне, на самом деле, сложно с видеть, я такой, что для человека очень лояльный, да, я всегда считаю, что люди могут ошибаться, но здесь был все-таки непрофессионализм проявлен, поскольку мы не должны были им утверждать, а они должны были изначально посмотреть, все оформить. То есть, все-таки, уровень профессионализма есть в этом, конкретно сотрудников банка, и то, что нам пришлось переживать, понимаете, для них ведь, ну, как бы, мы очередной клиент, а для нас это событие, как бы, ну, жизнь, причем у нас ипотека уже вторая, первую мы брали в другом банке, и, кстати, тоже нас удивило, мы взяли ипотеку, мы выплатили ее за три года, 10 лет, и когда мы пришли второй раз и попросили, сказали, ну, как же, мы хороший для вас клиент, да, там, мы оба работающих, сделай зарплату, у нас все замечательно, нам сказали, нет, вы на общих условиях, вот у нас сейчас процентная ставка вот такая-то, и все, и никаких индивидуальных условий вообще, при том, что там, допустим, у мужа зарплатная карточка в этом, да, то есть, ну, то есть, те условия, и у нас, на самом деле, такое разочарование, мы понимаем, что любой последующий этап, там, жизненный, да, для нас это опять поезд банка, опять внимательное рассмотрение, теперь уже, видимо, под лупой. Конечно, конечно, увеличительное стекло здесь будет необходимо, Кать, спасибо огромное за ваш звонок, все-таки, слава Богу, что все закончилось благополучно, да, Миш, вот вы занимаетесь непосредственно, да, исключительно ипотекой, все-таки обычный банк, это часть его бизнеса, да, а у вас профессионалы, вот, обсуждая эти два звонка, да, обсуждая, комментируя эти два звонка, о чем речь идет, а не профессиональность сотрудника, или все-таки действительно о какой-то системе, как вы думаете? Ну, мне сложно говорить о конкретном банке. Не, мы не говорим о конкретном банке, но вот здесь два примера, даже если мы не знаем, в каких банках это все происходило, вот, о чем речь? Мне кажется, что, безусловно, следует все-таки проводить работу, направленную на повышение стандартов раскрытия информации для заемщика. Мы, как и ЖК, вот, как мой коллега сказал, на первой странице это всегда предлагаем, и я думаю, что страны наших партнеров, если такие факты встречаются, то это как раз не профессионализм, а не система. Ну, вот видите, человек опытный, я скажу, как бы, в защиту, человек опытный, он своего добился, да, я думаю, что, вот, по опыту своему, я в ипотеке достаточно давно, как правило, когда ставки меняются, это решает коллегиальный орган банка, да, там принимаются условия заявления, до какой даты кредитуется по старым ставкам, да, То есть, если человек, вот, условно говоря, если, ну, обычная логика житейская в банке, она тоже существует, если ставки повышаются с 1 мая, да, там, по какому-то продукту, то все заявки до 1 мая, по старым ставкам, да. Ну, там, правда, ставятся условия, чтобы эти заявки все-таки удовлетворились в ограниченный срок, чтобы человек там год не думал, будет он в этом. Ну, у них-то там все уже на мази было, что называется, 28 мая. Здесь, возможно, тоже какая-то, ну, просто несогласованность, недостаточная квалификация, ну, люди же добились. Да, самое главное. Это говорит о том, что вот второй раз уже брали и знали, чего добиваться, поэтому мне надо бояться ипотеки, надо брать сейчас и улучшать жилищные условия. Кстати, мне вот интересно, вот эта ставка 8,9, которая фигурировала в обоих вопросах, я не помню рублевых ставок таких. Ну, мне кажется, это какие-то такие... Это либо валютные кредиты, либо какие-то очень с высоким переначиванием взносов. Да, или, возможно, это кредиты на первую, на новостройки, когда там у некоторых, ну, я вот очень часто... Ну, 8,9 не было таких ставок. Это такая, а потом она повышается, такая какая-то жаргонное слово, замануха. Тогда было наоборот, что после оформления права собственности снижается. Многие делают наоборот, наоборот, сейчас делают на этапе строительства маленькую ставку заманить. Друзья мои, я прошу прощения, у нас осталось две минутки до перерыва первого, и у нас есть звонок. Я предлагаю еще раз пообщаться со слушателем и потом уже продолжить наши с вами цифры. Цифр хотелось бы побольше сегодня. Лена, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. И, знаете, слушаю вашу передачу, просто вот тоже столкнулась с непрессионализмом именно в СБ-24. Кто-нибудь позвоните и скажите, как классно я взял ипотеку, боже мой. Продолжайте, Лена. Вот, к сожалению, да, но у меня связано не со ставкой, там со ставкой вроде все в порядке, она была, правда, у нас выше 12.1, вот по памяти. Но столкнулись с тем, что, смотрите, тоже пришли на сделку, давно долго все обсуждали, у нас были письменные переговоры по e-mail, как бы три стороны, да, на сделке участвовало, застройщик, мы и ВТБ. И вот мы приходим, и при том, что мы договор, условия договора тоже согласовывали, ну, пересылали договор, который составлял застройщик в банк, они его проверяли. И вот приходим на саму сделку, и выясняется, что банк отказывается принимать фразу застройщика об НДС. Я как бухгалтер знаю, что это очень важно, то есть там была фраза, ну, например, НДС входит в стоимость, да, вот, что-то вроде этого. И вот они вот встали, вот прям, вот девушка встала и все, говорит, мы не имеем права, мы не можем, это все долго делается, это надо куда-то посылать запрос, это месяц ждать. А у меня мама приезжала с Хабаровска, и вы представляете, ей улетать, у нее самолет, то есть там все было прям, вот, приехала специально на сделку, самолет вечером, время идет, в общем, это были нервы, но в итоге просто мы пошли к начальнику этого отдела, и, в принципе, там, вот она уже, да, она как бы нас выслушала, пошла нам навстречу и все сделала. Но вот сама девочка, которая нам оформляла... Пришлось понервничать, да, Лена, немножко пришлось понервничать? Очень сильно. Ну, слава богу, спасибо за звонок, слава богу, что все разрешилось, вот видите, еще один случай из жизни. Вообще, бизнес-то нелегкий, я вам хочу сказать, там столько нюансов. Да, заказать-то очень сложно. Совершенно верно. Итак, мы сейчас прерываемся, давайте послушаем рекламу и потом вернемся в студию. Итак, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, сегодня обсуждаем рынок ипотечного жилищного кредитования. У меня в гостях Михаил Гольберг, руководитель аналитического центра АИЖК, и Сергей Паснов, вице-президент банка Петрокоммерции. Телефон прямого эфира 651099,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Ну что ж, продолжим. Наслушались мы, да? Да. С вами, да. Рассказов. Ну, действительно, процесс-то нелегкий такой, много слишком всяких согласований. Тем не менее, давайте вернем к статистике, вернем к ситуации в целом, нам обязательно нужно ее обсудить. Михаил, если сейчас посмотреть на цены, собственно, да, потому что во многом, как Сергей Правин некоторое время назад говорил, возможность покупки жилья в принципе, да, и прибегаю ли я к заемным средствам или накопил сам, она во многом, конечно, будет зависеть еще и от цены. Если посмотреть на цены московские, как отдельный такой кластер, да, и на цены в остальной России, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, что хотелось бы сказать. Значит, первое. Действительно, фактор стоимости жилья, он более важен, чем ставка по ипотечному кредиту. И чувствительность аннуитетного платежа по размеру к изменению стоимости жилья, она выше, чем к ставке. Что касается ценовой динамики. По данным Росстата, в среднем по России цены на жилье выросли примерно на 7, чуть больше процентов. Это за 2013 год, да? При этом среднегодовая инфляция составила 6,8%. Соответственно, реальный рост цен на жилье составил полупроцентных пунктов всего. Это говорит о том, что рынок достаточно сбалансированный. Почему так произошло? Достаточно сильно увеличился объем строительства в 2013 году. Было построено 70 миллионов квадратных метров жилья, чего не было уже 16 лет. В последний раз при Советском Союзе столько выводили на территорию Российской Федерации. Росла ипотека. Вот этот дополнительный спрос, который предоставляла ипотека платежеспособная, он был абсорбирован первичным рынком жилья. По нашим оценкам, сейчас до 40% от общего объема выдаваемой ипотеки, это первичный рынок жилья. Это вот, с моей точки зрения, основная, самая главная тенденция 2013 года. Резкий рост доли ипотеки на первичном рынке. Вот по некоторым объектам, там до 80-90% сделок, продаваемых квартир, там по объекту, они заключаются с помощью ипотеки. Это вот говорит о том, что как раз ипотека у нас в стране развивается очень сбалансированно. Это действительно так. Здорово. Сергей, вернемся к недавней истории, что называется. История не такая большая. Вы говорите, что вы в ипотеке давно, я так понимаю, в 2000-е, начало 2000-х, 4-й, 5-й, 6-й, волшебные вот эти вот годы. Собственно, вы застали уже в этом бизнесе. Вот чем можно было обусловить бешеный, я так понимаю, во-первых, рост цен, а во-вторых, и соответственно... В седьмом году? Ну, до седьмого давайте. Ну, просто недвижимости было мало. То есть это был рынок продавца, то есть продавец диктовал цену. В седьмом году, я вам могу сказать, что заемщики ипотечные иногда даже предлагали взятки за то, чтобы быстрее назначили сделку, потому что квартира за день там на 2-3% дорожала. А хозяева квартир буквально аукционно проводили. Да, вот, абсолютно, поэтому я согласен с Михаилом, нам надо значительно нарастить объем строительства. То есть когда у нас будет, так сказать, достаточно много строится, соответственно, цены пойдут немножко вниз. Я надеюсь, если у нас будет все нормально, как положено в рыночной экономике. Вот, потому что, вот смотрите, есть определение рыночной цены, да, когда там на свободном рынке без принуждения, так сказать, покупается и продается, но есть там такая фраза, о которой многие забывают. Но при этом предложение превышает спрос на ставку банковского процента. Вот у нас предложение должно превышать спрос, там, условно говоря, у нас сейчас ставка ЦБ там в районе 8%, хотя бы на эту, так сказать. Тогда цена действительно рыночная. И вот мы должны такой ситуации достигнуть, это с одной стороны. А с другой стороны, у нас не только 30% населения должны возможность иметь, там, процентов 70. И тогда вот ипотека уже действительно будет доступна, и ставки пойдут вниз, и все будет хорошо. — Смотрите, я опять, если позволите, вот к докризисным временам этим волшебным вернусь. Ну, здесь много факторов, я согласен, да, не было достаточного предложения, поэтому цены менялись и менялись в моменте, что называется, по этой причине. С другой стороны, смотрите, если говорить о спросе, на тот момент, как и сейчас, наверное, да, большая часть наших с вами соотечеств не имела возможности купить жилье. — Ну, сейчас выросла доля. — Ну, слава богу. — Причем, ну, я бы сказал, что очень значительно за 5 лет выросла доля. — В том плане, в том плане, что вот взять, да, откуда-то из кубышки достать и пойти купить себе квартиру. И тут на рынок выходят, да, финансовые институты с предложением ипотеки. Ведь, насколько я понимаю, там тоже ведь была история, связанная с этими финансовыми институтами, что многие из них фондировались из-за рубежа. Тогда это было возможно, и гораздо дешевле, чем сейчас, да. Вот, и эти свободные... — Ну, и валютные кредиты, тогда же в седьмом году были все кредиты валютные, ставки были ниже. — Совершенно верно, совершенно верно. — 9,5% в валюте можно было взять в седьмом году, восьмом. — И вот, что называется, нашла коса на камень. И многие, я знаю прекрасно, и своих знакомых, близких знакомых, многие говорили просто, что мне квартира-то не нужна, по большому счету. Но я иду, беру ипотечный кредит и покупаю эту квартиру, и пусть она стоит, и она не просто стоит, она еще и дорожает, и в год там по 60, по 80, по 100%. И вот эта история с инвестированием, недвижимостью, да, когда стояли дома пустые. — Сейчас тоже есть небольшой момент такой вот с конца прошлого года и начала этого года, когда стал курс немножко себя вести, скажем так, непредсказуемо. Доля вот таких вот покупателей, в том числе с помощью ипотеки, она, конечно, увеличивается. — То есть в этом смысле, да, этот самый покупатель, он пытается... — Избавиться от рублей. — ...валютные риски, да, да, каким-то образом, да. — Ну, мы видим, что практически весь 2013 год характеризовался тем, что инвестиционный спрос, он начал возвращаться на рынок. — Ну, прежде всего, с моей точки зрения, это связано с тем, что вообще у нас отсутствуют надежные инструменты долгосрочного инвестирования для физических лиц, неквалифицированных инвесторов. И действительно люди, многие, которые имеют вклад там больше, размер средств в распоряжении больше, чем там пресловутые 700 тысяч, которые гарантируются вкладом, они сейчас в условиях особенно некой нестабильности курса, да, приходят на рынок, в том числе первичный. И вкладывают свои деньги в жилье. Но рассматривать это как отрицательную тенденцию я бы не стал. Вот с макроэкономической точки зрения, это все равно поддерживает объем строительства, а строительство, в свою очередь, поддерживает там кучу связанных отраслей остальных. Согласен. Тем не менее, смотрите, Михаил, если вернуться к этому седьмому, ну или до кризисного года, вот эта тенденция, когда люди видели, да, вложение в недвижимость, некое, ну, долгосрочное среднесрочное инвестирование, она все-таки не на руку сыграла, да, и рынку в целом, и ценовой динамики в конечном итоге. Тогда фактически у нас сформировался пузырь, темпы роста цен на квартиру у нас тогда были там по 30% в год. Совершенно верно. Конечно, весь там инвестиционный спрос, он тогда сконцентрировался на рынке жилья, но он был, по сути, спекулятивным, то есть люди инвестировали, по сути, в короткую. А сейчас мотивы, мне кажется, людей совершенно другие, люди хотят просто вот сохранить свои средства, может быть, даже не такие большие. Если говорить, что это реакция на последние события с рублем, я не уверен, что это не спекулятивный спрос, потому что, ну, лежали деньги, вот они хлеба не просили, они начали обесцениваться. Куда их, вот куда, докажите мне, куда, фондовый рынок у нас загнулся уже, какие варианты еще есть? Кроме недвижимости, фактически. Фактически никакой. У нас еще один звонок, давайте пообщаемся. Антон, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, вот хотел задать два вопроса. Первый, это ипотека для дольщиков, да, то есть на этапе котлована, и второй, это вот, я знаю сейчас программу страхования, тоже дольщиков с 1 января 2014 года, вот как-то она работает, не работает, вот хотелось бы узнать. Спасибо. Вы подумываете об ипотечном кредите, Антон? Нет, не слышат уже, к сожалению. Да, Сергей, давайте. Ну, смотрите, программы для дольщиков, они есть, и можно на этапе котлована покупать, надо понимать, что все равно риск остается на заемщике. Даже если дом не построят, Иванов Иван Иванович все равно останется должен банку. Поэтому понятно, что банк проверяет строителей, там, договор. Вообще банк не охотный, не особенно охотный. Ну, почему охотно, нормально, так сказать, рисков нет, но надо понимать, что все равно риск всегда на человеке. Это первое. Второе, страхование ответственности строителей, я к этому очень спокойно отношусь. Сергей, я прошу прощения, давайте о первом все-таки. Я вот с точки зрения обычного россиянина, смотрите, а точнее, нет, давайте так, вот с точки зрения необычного россиянина, с точки зрения банкира. Ко мне приходит обычный россиянин и говорит, друзья, дайте мне денег, я хочу купить котлован, ну, или там, квартиру на этапе котлована. Я так подумываю, слушай, ну, что же, он покупает воздух ведь, по сути, я ему дам сейчас денег. Ну, я смотрю... Извините, Сергей, что-нибудь там, не дай бог, случится, вот, мне надо будет возвращать эти деньги, да, я воздух-то этот должен буду перепродавать. Если бы это была квартира, я ее реализую на рынке и свои деньги возьму. Смотрите, как правило, тоже опыт восьмого года, да, люди, которые брали кредиты на первичном рынке, просрочку имели ниже, чем те, кто брали на вторичном рынке. Это вот просто неопровержимый факт. А почему так? А потому что это более квалифицированные вкладчики, скажем, люди, которые покупают, у них уже есть недвижимость, они это делают осознанно, да, это первое. Второе, я могу сказать, что многие строительные компании вели себя порядочно, и они, так сказать, если у них один дом недостроен, а другой уже готов, и там есть недвижимость, они предлагали просто поменять там из одного дома в другой. То есть не все вели себя плохо, многие вели себя очень, так сказать, я не буду сейчас, чтобы не рекламировать никакого. Нет, фамилии не надо, но это приятно. Да, но это было, это было. Причем, я могу сказать, даже меняли, вот у меня были заемщики из Нижнего Новгорода на Подмосковье. То есть не хочешь там, вот здесь возьми, у меня лишние квартиры есть, так сказать, не расходятся. Нет, банк все равно оценивает строителей, он смотрит, во-первых, сколько домов эти строители построили, какая у них история. Понятно, что когда неизвестные строители, но, как правило, я могу сказать, что в строительной отрасли неизвестных людей не бывает. Потом многие банки сейчас кредитуют застройщиков, вот эти строительные проекты, они эту экономику все хорошо знают, застройщики аккредитуются у банков, поэтому в этом плане риски сейчас неизвестны. Подноготно известно. Возвращаясь к вопросу страхования, хочу сказать, что, к сожалению, наши страховщики, они не настолько капитализированы, чтобы взять риски строительного отрасли. Я могу сказать, у меня был такой проект, когда мы страховали финансовые риски строителей, там, если в случае они строили Невово, они, так сказать, они заемщику выплачивали. Но надо понимать, что страховая компания, когда этот бизнес ввела, тогда она одна единственная была как раз до кризиса, да, больше 30% квартир в доме она не брала, потому что взять весь риск строителя на то, что, так сказать, он не построит, а я всем выплачу, ну, просто это. И буквально два слова, всем рекомендую посмотреть, есть фильм хороший американский, как раз про ипотеку, и все, что происходит с ипотекой, как там в кризис происходило, есть такой фильм американский, «Крах неприемлем», «Спасаю Уолл-стрит», там все прописано, что было в Америке с пузырем, как люди вообще попадали, очень промывает, вот прочищает мозги о том, что такое ипотека. Я предположу, я посмотрю, да, этот фильм и никогда больше об ипотеке не вспомню, наверное, и не подумаю. Нет, там просто конкретно, ведь люди, я, почему, так сказать, его как бы рекламирую, человек должен понимать, что он все равно берет риск на себя, да, и там один из героев просто говорит такую фразу, представьте, за емщики-то за дом не может платить, а он еще хочет яхту в кредит, ну, как-то вот надо соотносить свои возможности. Друзья мои, время пролетело, к сожалению, наверное, да, я вас благодарю, что вы нашли его же, это самое время, посетить сегодня студию. Напомню, Михаил Гольдер, Сергей Паснов сегодня в сухом остатке. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов!